Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеша. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи вручат золотого Прометея. Голосование за лауреатов первой премии гостеприимства уже началось. От атамана до младшего урядника в Сочи сегодня наградили лучших казаков города. Уйти от проблем со здоровьем можно, причем в приятном для себя темпе. В Сочи отметили Всемирный день ходьбы. Альберт Эйнштейн хулиганит в Сочи, красит заборы. Очередное масштабное граффити появилось на улице Горького. Краснодарский край и Туркменистан подписали соглашение о сотрудничестве. Сегодня губернатор Вениамин Кондратьев находится в Ашхабаде. Туда он отправился в составе официальной делегации, которую возглавляет президент России Владимир Путин. В ходе переговоров глав двух государств были рассмотрены ключевые вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы. В частности, заключено соглашение между Краснодарским краем и Туркменистаном о совместной работе. Сети-менеджеры Сочи признаны самыми эффективными в Краснодарском крае. Опубликован доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год. Городские округа и муниципальные районы региона оценивались по пяти направлениям. Экономическое развитие, социально-культурная сфера, куда вошли вопросы образования культуры и спорта, жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления, энергосбережения и повышение энергетической эффективности. По результатам оценки лучшие показатели среди городских округов демонстрируют Сочи, Армавир и Геленджик. В Сочи специалисты в различных сферах получают заработную плату выше среднекраевой. При этом меньше, чем в среднем по региону дети находятся в очереди в детсады. Большое число жителей занимается спортом. Хорошие показатели по ведению предпринимательской деятельности, поступлению инвестиций, обеспеченности жильем и энергоэффективности. К слову, Сочи повторил свой прошлогодний результат. По итогам 2015 года курорт также вышел в лидеры. В Адлерском районе Сочи прошел очередной этап учений по вопросам гражданской обороны. Они проводятся по инициативе администрации города. Специалисты экстренных служб города отрабатывали реагирование на условные чрезвычайные ситуации природного характера. По легенде, в результате обильных осадков произошел резкий подъем уровня реки Мзымта. Спасателям предстояло эвакуировать людей, которых потоком воды унесло в море, а также ликвидировать последствия подтопления в поселке Мирное. С воздуха спасатели и летчики МЧС подняли условно пострадавших из воды на борт вертолета. На море эвакуация проводилась с применением катеров МЧС России. Подключился и кинологический расчет. Утопающий, ухватившись за лабрадора, спасателя Марфу был оперативно доставлен к катеру и поднят на борт судна. Также по легенде учений, в результате землетрясения разрушилась часть ледового дворца Большой. Спасатели и пожарные эвакуировали людей из здания, после чего отработали практические навыки по деблокированию, спасению пострадавших и передаче их медикам. Сочинец погиб в ДТП на федеральной трассе. Авария произошла в субботу в половине десятого вечера. Очевидец сообщил спасателям МЧС, что на федеральной трассе в поселке Вишневка столкнулись два легковых автомобиля. В результате в одном из них зажат человек. Спасатели деблокировали тело водителя при помощи специального оборудования и передали его сотрудникам полиции. Погибшим водителем оказался 29-летний местный житель. Еще одна авария произошла накануне в Дагомысе. ДТП произошло на перекрестке Батумского шоссе и улицы Ленинградской в 20.35. Видео с камеры уличного наблюдения попало в сеть. На нем заметно, как девушка на ладе Калина ждет возможности выехать на главную. Дождавшись сигнала светофора, начинает маневр. В нее врезается 12-я модель ВАЗ. Водитель этой машины, видимо, намеревался успеть проехать перекресток уже на запрещающий сигнал светофора. Удар пришелся прямо на водительское место Калины. В результате девушка-водитель в больнице. По сообщениям очевидцев, у нее пробита легкая и черепно-мозговая травма. В Сочи сегодня стартовало народное голосование за обладателя «Золотого Прометея-2017». «Золотого Прометея-2017» – это первая премия в области гостеприимства, организованная городским союзом журналистов. За статуэтку героя Древней Греции поборются отели, туркомпании, объекты общепита и другие организации и фестивали, внесшие весомый вклад в развитие курорта. Премия по задумке организаторов подведет итоги летнего и откроет зимний сезон. Всего 16 номинаций в их числе и специальная премия главы Сочи и номинация «Человек-года». Уже сегодня был озвучен результат в номинации «Гордость Сочи». По решению организаторов премии победителями стали Елена Веснина, Григорий Лепс и Виталий Игнатенко. Ознакомиться со списком всех номинаций и отдать свой голос в поддержку того или иного кандидата можно на сайте prometeussochi.ru. В голосовании могут участвовать и сочинцы, и гости курорта. Выбрать кандидата можно единожды с одного IP-адреса. Итоги интернет-голосования будет подводить экспертный совет. В его состав вошли общественно-политические, культурные деятели курорта и журналисты. Председатель совета Анатолий Пахомов. Это действительно соответствующий знак качества. Знак качества нужно заслужить. И знак качества будет давать возможность продвигать тот или иной объект. Это всероссийское, даже можно сказать, всемирное признание. Потому что его определило все гости, которые были в Сочи. Они сказали, что это лучшее. И это самая высокая оценка. Результаты голосования озвучат 17 ноября. Церемония награждения пройдет в Зимнем театре. Вручать статуэтки золотого prometeus победителям будут известные медийные персоны, звезды театра и кино. Хедлайнером церемонии вручения первой городской премии в области гостеприимства станет Дима Билан. Премию золотой prometeus планируется сделать ежегодной. ТОСы призвали помогать властям контролировать жилищное строительство в селах. Такое предложение озвучил глава города Анатолий Пахомов на заседании Координационного совета с общественниками. По словам городоначальника, несмотря на весьма ограниченные в этом вопросе полномочия администрации, вместе с активистами города удастся еще более эффективно бороться с появлением многоквартирных домов под видом ИЖС. Заседание Координационного совета было решено провести в знаменитых чайных домиках с ароматным угощением и пыхтящим самоваром. Несмотря на неформальную обстановку, вопросы представители ТОС поднимали острые. Один из них – строительство многоквартирных домов в сельских территориях под видом ИЖС. Объясняю, что муниципалитета нет контрольных функций. Вы понимаете, то есть муниципалитет может выдать разрешение на строительство жилья и все. Заходить даже, вот строится дом, зашел прокурор нескольким людям нашим, ну с районных администраций, выписывал и предостережения, и уголовные дела возбуждал за превышение полномочий. Потому что у муниципалитета таких полномочий нет. Несмотря на отсутствие достаточных полномочий, в борьбе с этим явлением администрация города продвинулась далеко. В судах более 520 дел о сносе таких объектов, расположенных в основном на Сочинском побережье. С помощью органов ТОС глава города рассчитывает усилить эту работу на удаленных сельских территориях. Анатолий Пахомов пообещал председателям ТОС, что их будут регулярно приглашать на встречи с главами районов и рассказывать о насущных проблемах своих жителей, в том числе по вопросу строительства и перепродажи земель иногородним лицам. Прозвучало предложение информировать руководителей органов территориального общественного самоуправления о решениях градостроительного совета, когда рассматриваются вопросы строительства на территории конкретного ТОСа. Мы хотим сохранить наши дороги, наши участки, наши трассы, поэтому нам нужно как-то работать совместно с администрацией города, так, чтобы нас прислушивались товарищи застройщики и как-то реагировали на наши просьбы. Глава города сообщил общественникам, что в этом году в Сочи будет отремонтировано 97 дорог. В 2018 году их будет больше и упор сделают именно на сельские дороги. Завершается формирование их перечня, а руководители ТОС обещали внести свои предложения. В целом на сегодняшний день в Сочи 66 ТОСов. В следующем году появится еще два – на Соболевке в микрорайоне Светлана и в ауле Хаджико. Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В этом году в Сочи наблюдается положительная динамика в деле раскрываемости преступлений, связанных со сбытом наркотиков, о необходимости усиления работы в борьбе с организованной преступностью в лице курьеров-закладчиков и поставщиков синтетического дурмана, а в основном в Сочи поступает именно такой наркотик, говорили участники городской антинаркотической комиссии. В Сочи огромное количество жалоб и обращений о распространении наркотиков на улицах города. Специалистам нужно не срезать шляпки с грибов, а вырывать грибницу с корнем. Такой пример привел коллегам начальник управления по профилактической работе с населением администрации Сочи, говоря о противодействии незаконному обороту наркотиков. На очередное заседание антинаркотической комиссии собрались все, кто отвечает за профилактику наркозависимости и пропаганду здорового образа жизни. Многие не дорабатывают, отмечает Александр Петухов. А причина – неэффективное взаимодействие друг с другом, оттого и городская программа Сочи вне зависимости нерезультативна. В работе с молодежью необходимо приводить реальные примеры и рассказывать о правовых последствиях таких преступлений. К слову, сбыт одной закладки может грозить пожизненным заключением. Надо показывать вещи из материалов суда, где выносятся приговоры, обозначать сроки. Потому что молодежь, я считаю, это необходимо делать, чтобы понимала сознание от Павлова, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, они относятся к категории тяжких и особо тяжких. И что сроки, соответственно, за участие в таких преступлениях и правонарушениях соответствующие высокие. В этом году правоохранители уже задержали 108 представителей сочинской молодежи, так или иначе, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Один из них – несовершеннолетний из Лазаревского района, который выращивал марихуану. Всех этих ребят от 18 до 28 лет в своих преступных делах используют сбытчики, которые в Сочи даже не бывали, общаются и вербуют курьеров через интернет, расплачиваются виртуальными деньгами. Сотрудники правоохранительных органов просто обязаны стать лекторами. В трудовых коллективах, среди допризывной молодежи, я думаю, что и на телевидении надо вам больше выступать, потому что, в принципе, вы ближе к этой проблематике, вы сейчас на переднем крае борьбы с наркотиками, и должны больше внимания этому уделять. И тем не менее, количество преступлений сокращается, процент раскрываемости увеличивается, об этом говорит статистика. Решение же антинаркотической комиссии – увеличить число профилактических мероприятий. Ближайшая акция, уже традиционная для Сочи, сообщи, где торгуют смертью. От атамана до младшего урядника сегодня состоялось награждение лучших казаков города. В органном зале были подведены итоги участия казачества в охране общественного порядка в период летнего курортного сезона, расскажет Елена Овсецина. 2 октября – время подвести итоги работы казачества летом. В этом сезоне помощь казаков оказалась более чем востребованной. Отдыхающих было много во всех районах Сочи, и всегда они могли обратиться за помощью к человеку в форме. Казаки патрулировали морские набережные. Ситуации, где требовалось их вмешательства, было на самом деле достаточно. Были случаи, когда просили помочь директора кафе, ресторанов, которые люди приходили, пили, ели и так далее, деньги не платили. Мы просто культурно переговорили, и все, стало на свои места. Ну и другие дети терялись, очень много мы находили, родителям отдавали и так далее. Документы находили. К нам обращались постоянно, поэтому мы почувствовали, что мы здесь необходимы. В Сочи проживает 1877 казаков, которые числятся в реестре и считаются потомственными. О том, что они казаки, их учат с детства. История казачества начинается с 15-го столетия. Казаки всегда отличались особым мировосприятием и религиозностью. Ученые до сих пор спорят, является ли это этническая прослойка славянского народа отдельной нацией. А современные казаки или современное казачье общество – это участие в общественной жизни города. 238 сочинских казаков задействовано в охране госграницы. 51 сотрудничает с органами внутренних дел. Казаки помогали сотрудникам ГИБДД в формировании пешеходных потоков в ПИУ, когда в Сочи наблюдается массовый наплыв отдыхающих и транспортных средств. Вот за такую работу был награжден сегодня самый молодой казак, 18-летний, младший урядник из ЛАО Андрей Полуэктов. Он закончил кадетский корпус в Приморско-Ахтарском районе и свое будущее связывает с военной службой. Я помогал сотрудникам ГИБДД регулировать движение пешеходов на пешеходных переходах в ЛАО, чтобы не образовывались пробки большие, чтобы обеспечивать безопасность для перехода отдыхающих. В этом году активность сочинских казаков отмечают и в крае. В год 225-летий высадки казаков на Таманский полуостров и в год 80-летия Краснодарского края сочинские казаки показали лучшие результаты на учениях. Недавно прошли военно-полевые сборы на полигоне Раевском, это 7-я десантно-штурмовая дивизия Горная, где присутствовали два полка, Адагумский и Черноморский. В Черноморский полк ходят сочинцы. Они стали первыми, а дивизион Сочи занял первое место по выполнению стрельб и несению службы, выполнению задач боевой подготовки. Многие казаки были сегодня награждены грамотами главы города, ценами, подарками, а самой важной наградой считается знак признания и почет сочинцев. Глава города отметил важность деятельности казаков в городе, которая принимает 6,5 миллионов отдыхающих в год. Впереди много значимых спортивных и культурных событий, ближайший всемирный фестиваль молодежи и студентов и без помощи казачьих дружин курорту не обойтись. И гости города, и, конечно, жители города оценивают весомый вклад казачества именно в охране общественного порядка. Я тоже, как глава города, искренне благодарю вас за усердие, проявленное при выполнении вами добровольно принятых на себя обязательств по охране общественного порядка и обеспечению безопасности жителей и гостей нашего курорта. А все начинается с детства. Самых маленьких казачат воспитывают в Косте в детском саду номер 83. Сегодня они выступали наравне со взрослыми коллективами и не смущались. Их педагогов и педагогов класса казачьей направленности тоже сегодня наградили на сцене органного зала. А завершилась встреча концертом сочинского ансамбля «Люба». Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Представителей национальных общин Сочи собрал мусульманский праздник – День Ашура, то есть День поминовения пророков – это один из главных и особо почитаемый религиозный праздник в календаре мусульман всего мира. Отмечали дату всем многонациональным городам в ауле Наджиго Лазаревского района. Мероприятие, посвященное Дню пророков, прошло в Адыгском историко-этнокультурном центре, что в ауле Наджиго. Нынешний религиозный праздник отметили все верующие Сочи, невзирая на национальное происхождение. Пригласили на праздник и старейшины, и общественников, и членов местных диаспор. Поздравил собравшихся глава Лазаревского района Сочи. Приятно увидеть здесь, за этими столами, все религиозные конфессии. Это действительно дружба. Наш район всегда, и наш город всегда отличался именно дружбой, теплотой между национальными структурами, общинами и так далее. Конечно же, мы этим вопросом гордимся. Приветствовал гостей и главный имам сочинской организации «Мусульман». Батмис Шхалахов рассказал о значении Дня пророков, которых, судя посвященной книге «Мусульман», было 124 тысячи. А также подчеркнул важность взаимодействия между культурами Краснодарского края. Слава Богу, слава Всевышнему, что мы живем на такой благодатной земле, в таком прекрасном государстве. Мир нам Всевышний дал не для трагедии, не для войн, не для уничтожения. Мы, как люди, живущие на этой благодатной земле, где иудеи есть, где и христиане есть, где и мусульмане есть, мы решили сегодня объединить общие усилия, общие понятия, чтобы в нашем обществе всегда было прекрасно, как сегодня мы друг другу видим. На этот день, согласно Корану, приходится сотворение небес, земли, ангелов и первого человека, Адама. Поэтому в День Ашура мусульмане призывают всех верующих молиться о мире на земле и благополучии в каждой семье. Это повод еще раз встретиться с друзьями, пообщаться с коллегами, в том числе теми людьми, которые представляют и общественные организации, и национальные общества, и религиозные конфессии. Поговорить о путях взаимного сотрудничества и, конечно же, укрепления согласия, стабильности в нашем обществе. Мы этому всегда следовали. Это имеет огромное значение для нашего города. Мы живем в мире и согласии со многими народами. Подарком гостям стало выступление адыгского танцевального и вокально-инструментального ансамбля «Шапсуге». «Шапсуге» Иммунологи и аллергологи России собрались в Сочи. В ближайшие семь дней они будут проходить обучение в рамках работы в Сочи школы-конференции «Аллергология и клиническая иммунология» в качестве преподавателей, профессора, академики ведущих медицинских институтов и клиник страны. Одна из основных задач школы-конференции – обучение практикующих врачей тонким и сложным вопросом иммунодиагностики, иммунопрофилактики и иммунотерапии, знакомства специалистов с последними достижениями в области диагностики и лечения иммунозависимых заболеваний. В программе семинары и клинические разборы типичных и сложных заболеваний. Иммунология – это специальность междисциплинарная. Вначале врач должен понять все остальные дисциплины, иметь базовую медицинскую науку уже в своей голове, а потом на это нанизывать более интересные иммунологические знания. Вот это, ну, как вариант после вузовского образования. Уже образование не студентов, а врачей. Сочинских врачей в зале немного, хотя наш город субтропический, где немало круглый год цветущих растений. По словам специалистов, без клинической иммунологии сегодня не может существовать ни одна профессия. Это касается хирургии, педиатрии, неврологии, поскольку в основе многих заболеваний стоят иммунологические нарушения, вызванные в том числе вирусами и бактериями. Настоящая аллергия одна на 100 тысяч случаев. А вот то, что мы видим сегодня, это аллергические риниты, аллергические конъюнктивиты, бронхиальная астма. В основе стоит инфекционно-аллергический процесс. И вот задача клинических иммунологов – найти причину, справиться с этими агентами, которые вызывают процессы, и помочь пациенту. В течение 7 дней в рамках системы непрерывного медицинского образования идет повышение квалификации специалистов. Участники школы получат соответствующие сертификаты. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи отпраздновали Всемирный день ходьбы. Он отмечается уже более 20 лет, а в России – с 2015 года. В нашей стране он проходит во всех регионах, каждый из которых представляет один город. Краснодарский край представил именно Сочи. На площади флага собрались сотни людей. Начался праздник с общей разминки. Здесь же можно было получить информацию о спортивных школах и при желании записаться в те или иные секции. Но основной целью праздника стала популяризация ходьбы как наиболее естественного вида физической активности, важной для поддержания физической формы. Это пропаганда здорового образа жизни. Этот вид спорта доступен каждому, от мала до велика. И то, что сегодня Сочи, один из немногих городов России, принимает участие, это говорит только о том, что мы являемся пионерами во многих делах, особенно в спорте. Но уверен я в том, что этот праздник буквально уже через год, через два будет в каждом городе. Этот день ходьбы был проведен в рамках программы Олимпийского комитета России. Она посвящена развитию массового спорта. Альберт Эйнштейн хулиганит в Сочи, красит заборы. Такова тема очередного масштабного граффити, которая появилась в минувшие выходные на улице Горького. Знаменитое фото известнейшего физика теперь украшает подпорную стену. Только Эйнштейн показывает язык, ловко орудуя кистью. Авторы шедевра – мастера стрит-арта из Белоруссии Глеб Каштанов и Ян Кузьмин. Это не первая работа художников в Сочи. Благодаря им на стене одного из зданий в центре курорта появился кадр из фильма «Приключения Шурика». У Морпорта – группа «Битлз», на пляже «Маяк» портрет Джака Ивакусто. На курортном проспекте также красуется и Остап Бендер. А с пятиэтажки на Чайковского смотрит на всех Леонид Быков. Теперь всем желающим сфотографироваться с Эйнштейном не надо мечтать о машине времени. Нобелевский лауреат всегда на улице Горького. Первый фестиваль «Кавказского шашлыка» состоялся в минувшие выходные в Лазаревском районе. Это стало продолжением празднования Дня туризма. Мероприятие собрало около десятка команд, возглавляемых шеф-поварами сочинских заведений общепита. Зрители могли бесплатно отведать шашлык на любой вкус – мясной и вегетарианский. «Сочи Барбекю Баттл» – именно такое название носит первый сочинский фестиваль шашлыка на открытом воздухе. Представители лучших национальных ресторанов и кафе-курорта готовили блюда национальной кавказской кухни – люля-кебаб, долму, хинкали, сециви, печеную форель и всевозможные виды шашлыка. «Классические специи аджика, лук. Самое важное в шашлыке – это руки. Какой бы ни был мангал, какой бы ни был маринад, какое ни было мясо, все зависит от рук человека, насколько человек опытный». На суд жюри было представлено более полутора десятка мясных блюд на мангале. Разумеется, всех участвующих в фестивале курортников угощали бесплатно. Для некоторых туристов такой гастрономический праздник стал неожиданностью. Помимо вкусных угощений, их ждал концерт национальных коллективов и кулинарные мастер-классы. Определить кулинарных лидеров на фестивале «Сочи Барбекю Баттл» было непросто, признаются члены жюри. Сочинцы знают толк в шашлыке, который всегда присутствует в любом меню. Но все же профессиональный подход позволил выявить лучших на фестивале. «Повар должен уметь проконтролировать продукт, весь его путь от и до, от момента закупа и так далее. То есть, если мне принесут продукт некачественный, я это обнаружу, я его готовить не стану. Соответственно, здесь в первую очередь я буду смотреть, то, какой продукт. Подобрали для меня его основные качества, такие как органолептика, плотность мяса. Я обязательно буду смотреть на прожарку, то есть, как делают это повара. Ну и, что немаловажно, это санитарное состояние, в котором все это жарилось». В этом сезоне туристов в Лазаревском было на 7% больше, чем в прошлом году. Отдыхающих много и сейчас, но потенциал огромный. В планах властей развивать курортную инфраструктуру поселков на побережье, строить хорошие отели и рестораны. Соответствующие проекты и инвесторы уже есть. «У нас есть хороший проект уже по Головинке, хороший проект по Лазаревской, да, Тюльпановка – это пансионат «Волна». И поставлена задача мэрам по всей пляжной территории посмотреть, найти инвесторов, выделить места для строительства гостиниц и привлечения отдыхающих в наш район». А чем больше отдыхающих, тем больше шансов у местных поваров продемонстрировать свое искусство и в первую очередь в приготовлении знаменитого шашлыка. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все наши новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Спасибо.